Информационная война Информационная война Информационная война Информационная война Информационная война В Украине не все хорошо. Но, тем не менее, существуют остаточные явления, связанные с тем, что коллективы, причем не только на низовом уровне, знаете, там продавцы в магазинах, либо рабочие там в супермаркетах, но даже на уровне ИТР, на уровне управленцев, они на самом деле блокируются по русской аудитории, украинской. Иногда доходит дело даже до конфликтов, которые руководители, задающиеся вопросом эффективной работы предприятия, не знают, как правильно разрешить. И в этой ситуации, на самом деле, ну, казалось бы, есть такая технология, которая связана с тем, что если возникает внутри коллектива определенная группа людей, которые настроены нелояльно к руководству, либо которые устраивают там склоки, скандалы и мешают, дезорганизуют работу коллектива, то с ними надо поступать достаточно просто. Надо просто из этого коллектива найти лидера, его изъять, убрать, и тогда, собственно говоря, распадается сама структура. В данной ситуации это иногда не работает, особенно в связи с тем, что поскольку речь идет об управленцах, то оказывается, что лидерами в данном случае являются люди, от которых, собственно говоря, эффективность предприятия во многом и зависит. И вот тут возникает задача, каким образом уладить вот этот конфликт, который на самом деле привнесенный в родовом смысле, и эти, и те являются русскими людьми. Они говорят на одном языке, у них имена, фамилии, отчества примерно однородные, они не являются там прям, знаете, как есть английская цивилизация, англо-саксонская, немецкая и русская. Им не надо выяснять, кто там из них более первородный или нет, но тем не менее конфликт, который создавался на протяжении 25 лет, конфликт, который особенно в последние два года, первая вспышка была в 2004 году после первого Майдана, мы это все помним, но особенно в два года последних вот этот конфликт накачивается, и люди, которые чувствуют себя со самоидентификацией, что они из Украины, у них украинский паспорт с трезубцем, у них есть какое-то остаточное недовольство тем, что Россия, ну, они начинают пересказывать свой телевизор, Россия вторглась на Донбасс, она всячески там оккупировала своими там войсками и так далее, и так далее. И вот в этой ситуации, как улаживать конфликт внутри коллектива, достаточно большой вопрос, с этим вопросом обращаются многие люди. И в этом случае я хочу предложить методику, которая на самом деле не быстрая, она за один разговор не решается, но тем не менее надо для начала четко определить, к какому психологическому возрасту относится лидер группы, создающие, например, напряжение по межнациональному уже даже вопросу. В любом случае русские люди, которые живут на Украине, у которых украинский паспорт, которые имеют опыт последних 25 лет, и особенно пережившие Майдан, и особенно достигшие вот этого состояния конфликта между русскими и украинцами, а мы же с вами понимаем, русские украинцы, которые считают своими врагами русских, это те самые, которые по команде на Майдане в бой с собой москаля. Вот они, собственно говоря, у себя убили москаля, дальше они ищут кого бы еще убить внутри, я имею в виду, даже не физически, а внутри. И доказать таким образом, что украинская цивилизация это вот что-то самоценность. Самоценность. Ничего против этой самоидентификации я не имею. Мы с вами понимаем, что образ украинства, он-то не обязательно бандеровский, он не обязательно униадский, он не обязательно с автоматом на перевес, не обязательно из лагерей по подготовке боевиков у Наунсо. Это еще и полтавская губерния, это достаточно чистый, достаточно колоритный язык. Это даже не только полтавский диалект, это еще и южный суржик, на котором очень многие люди говорят и в Крыму. То есть родства мостиков для того, чтобы навести взаимопонимание, достаточно много. Осталось только поговорить о том, а что же разъединяет. И вот здесь вот возникает ситуация, при которой надо прежде всего разобраться с личностью лидера. Лидер в украинской части коллектива, который может создавать вот это напряжение, доходящее до споров, и дезорганизующую работу коллектива, надо прежде всего посмотреть, какого он психологического возраста. Дело в том, что люди делятся на четыре психологических возраста. Это дети, юноши, проектный возраст и копники. Так вот, дети — это люди, которых интересуют потребности. Они на самом деле, им надо, чтобы они были накормлены, одеты, чтобы у них хватало денег приехать, уехать на работу. Самая базовая потребность — это дети по своему психологическому психотипу. И на самом деле, как правило, это не лидеры. Это просто надо понимать, что существует такая психологическая ниша, и многие люди в ней находятся. Они многого не требуют, они приходят, работают за часы, за зарплату. И, в общем-то, это такой детский менталитет. Вот дальше начинается... Они сидят на балансе этого предприятия, во многом часто бывают неквалифицированными работниками, им нужно рассказать, что сделать, им нужно показать, часто за них сделать, но, тем не менее, им зарплату заплатить, и это тоже правильно, потому что создавать бедность тоже не надо. Тут задача двуякая, тут надо понимать, что должны быть люди накормлены. То есть каждое предприятие вокруг себя еще и создает определенную человеческую инфраструктуру, когда люди имеют ресурсы для жизни. Дальше идет юношество. Это тоже люди сидят на балансе, но у них есть, знаете, такое слово «понт». Понт — это, как правило, все замешано на сексе, это все замешано на становлении своей личности, но при этом баланс не свой. Соответственно, если понимать вот этот вот психологический возраст человека, который, кстати, может быть юношей и в 40, и в 50 лет, то с ним выстраиваются определенные отношения, так же, как со старшеклассниками, с молодыми студентами. Нужно понимать их энергетику, нужно понимать их желания. Это уже не только потребности, это еще и желания, прежде всего, личностные желания. Они хотят поставить себя в коллективе. Не всегда это все получается, но, тем не менее, определенную смуту могут внести. Есть люди, которые на самом деле высоко квалифицированы, это уже проектный возраст. Это люди, которые держали в себя предприятия, имеют семьи, имеют детей, умеют нести ответственность за других. И вот эти люди являются наиболее квалифицированными. И если они являются убежденными украинцами с точки зрения украинского проекта, как русофобского, то здесь на самом деле ситуация достаточно сложная. Очень часто бывает, что с такими людьми нужно прощаться, если они на самом деле представляют большую угрозу, либо с ними нужно договариваться. Потому что всегда в любом коллективе, если лидера выдернуть, коллектив распадается. Стая берет пример с вожака. Это общая формула, которая работает везде, и особенно в микроколлективах, которые существуют в рамках большого коллектива. Там обязательно всегда найдется человек, который, собственно говоря, этот микроколлектив и структурирует. И вот с этой точки зрения, для того, чтобы решать такие внутриколлективные проблемы, наша программа «Информационная война» в общем-то предлагает ряд мероприятий, которые в случае необходимости можно использовать. Ну, во-первых, мы практикуем выезды в разные коллективы и в студенческую среду, и в школьную, и на предприятия, связанные с так называемым советским, знаете, таким советским изобретением, которое называется политинформация. То есть встреча с ведущими, например, программы «Информационная война». Это может быть встреча 30-40 минутная до одного академического часа, на которой мы не будем никого ни за что агитировать, мы просто расскажем картину мира, которая складывается на сегодняшний день и на территории Крыма, и на территории России, и на территории Украины, как составной части большой России. Это не значит, что мы будем это вести навязчиво, это не значит, что мы будем там что-то доказывать, но с точки зрения интересов, с точки зрения потребностей, с точки зрения даже того, как живут родственники по ту сторону границы, там будет дана четкая оценка, собственно говоря, что происходит в мире. И тогда возникнет ситуация, при которой вопросы будут под сознание загружены, и люди будут как-то пытаться на них отвечать. В любом случае квинтэссенция всех этих встреч и всех этих разговоров заключается в том, что Российская Федерация не ведет войны с Украиной. Российская Федерация относится к Украине как к родственнику, который на самом деле в данной ситуации находится всего лишь навсего под иностранной оккупацией. Внимание, когда они говорят о том, что на Донбассе российские войска орудуют, они совершенно не обращают внимания на то, что на территории Украины орудуют американские войска, турецкие войска, польские войска. Правда, естественно, они перекрашиваются под чужим флагом, они ходят в форме ВСУ. Именно для этого в Верховной Раде принимались законы, связанные с тем, что иностранцы могут служить в рядах вооруженных сил Украины. Это на секундочку. Но тем не менее, по итогам Второй мировой войны мы все с вами помним, что те страны, на территории которых расквартированы иностранные войска, они являются оккупированными. Так было с Германией, так было с Францией, так было со всеми странами по западную сторону от Берлина, так было со всеми странами, собственно говоря, и по восточную сторону от Берлина. Это определяет политику этих государств. В данном случае после государственного переворота, а это ключевой элемент любых разговоров с украинцами, то есть Украина как таковая после государственного переворота прекратила свое существование в той форме, которой она была до 2013 года, это началась какая-то другая Украина. Люди, которые не различают разницу, они, в общем-то, путают и себя, и других. И вот здесь можно выстроить определенный диалог, достаточно ненавязчивый, достаточно спокойный и не требующий каких-то резких движений для людей, четко идентифицирующих себя как украинцы. С другой стороны, наша редакция производит определенное количество видеороликов, определенное количество текстов, статей, блогов и так далее, которые мы можем включать в рассылку и мы можем взаимодействовать с руководителями предприятий именно с точки зрения того, чтобы все равно руководители предприятий ведут, часто ведут рассылку среди своего персонала, особенно среди работников ИТР. Есть очень простой закон, который говорит, что руководители обязаны это делать. Дело в том, что если в информационном пространстве руководителя нет, то это место всегда заполняется слухами, сплетнями и всяким нехорошей информацией, которая не способствует тому, чтобы предприятие работало устойчиво, стабильно и коллектив работал как слаженный механизм. Соответственно, такую коммуникацию проводить все равно с людьми нужно. Эта коммуникация не должна быть навязчивой, она не должна быть пафосно-показательной, но тем не менее писать письма, поздравлять с днями рождения, рассылать смс-ки полезно. С другой стороны, существуют так называемые социальные сети, то есть основной инструмент взаимодействия с людьми. Я не говорю об информационной войне, я говорю о взаимодействии. И вот на самом деле руководители, владельцы бизнеса, либо те менеджеры, которые посажены на операционное управление предприятием, они на самом деле с точки зрения менеджмента должны вести свои аккаунты в социальных сетях. Живой журнал, Фейсбук, Контакт – это базовые такие платформы. Одноклассники для людей более старшего возраста, они для них более удобны. Но тем не менее вести, показывать свое отношение к тем или иным вопросам, показывать, какая информационная среда, во всяком случае, на верхних этажах наивысшего управления этим предприятием. Это обязательно нужно, потому что если это свято место будет пусто, оно сразу же заполнится лидерами этажом пониже, которые на самом деле могут не только быть, знаете, юношами, которые хотят себя поставить, достичь каких-то сиюминутных, таких, знаете, понтовых результатов. Это могут быть достаточно квалифицированные лидеры, которые могут осуществить реальный банальный перехват управления. И вот та же самая поговорка. Стая берет пример с вожака. Вожак должен охватывать информационной работой весь свой персонал, и в этом смысле мы можем помочь. Как физическими встречами, которые мы можем расписывать и которые мы можем организовывать. Эту работу мы начали проводить в мае прошлого года, когда, напомню, мы об этом говорили в наших эфирах, когда старшеклассники одной из симферопольских школ, это дети, которые прожили, ну, из 10-летки, из 11-летки, 10 лет они прожили под украинским флагом, а вот сейчас, раз, и ситуация поменялась. У людей на самом деле шаблоны порвались, и дети открытым текстом учителям задавали вопрос, почему у нас украли родину. Дети-то по возрасту не 25 лет, они все истории не знают, а то, как история преподавалась в Украине, и, собственно говоря, какие акценты расставлялись, дети реально не знали, что такое Крым с точки зрения большой России, они реально не понимают, что такое 1954 год. Они об этом физически просто не знали, и на самом деле с ними нужно достаточно доверительно, в достаточно близкой ситуации поговорить и рассказать, как оно было на самом деле. И с точки зрения истории, и с точки зрения управления, и с точки зрения вообще того, что кроме Украины и России, на секундочку, существует еще коллективный Запад, существует Германия, существует Великобритания, есть Турция, есть Соединенные Штаты Америки, и эти игроки никогда не смотрели на отношения Украины и России, знаете, так, спустя рукава, пассивно, ну типа пусть сами между собой разбираются, всегда есть стравливающий. И вот этот вот конфликт, когда одни русские люди, которые называются украинцами, другие русские люди, которые называются русскими и крымчанами, вдруг начинают вступать в конфликты, всегда стоит задавать вопросы, кому это выгодно, кому это интересно, и кто получает свои выхлопы от этого стравливания. И вот с этой точки зрения можно построить достаточно последовательную методику работы с людьми для того, чтобы, ну во всяком случае, погасить конфликт. Я не хочу сказать, что мы можем сразу там в короткий промежуток времени украинцев, ну как-то поменять им самоидентификацию. Ни в коем случае. Я вообще исхожу из того, что люди, прожившие большую часть сознательной жизни, это и школьников касается в первую очередь, люди, которые прожили на территории Украины в рамках украинского государства десятки лет, они вот так вот быстро свои предпочтения менять не будут. И переходный период, связанный с тем, чтобы пережить последствия государственного переворота, он будет достаточно большой. Если понадобилось 25 лет для того, чтобы воспитать молодое поколение русофобским, русофобским, это было и в вузах, это было за счет западных грантов, за счет западных программ, то сделать обратную ситуацию, особенно с учетом тех методик, которые сейчас преподают в украинских детских садиках, в школах, где на самом деле из молодых украинцев делают русофобов, обратную задачу решить быстро все равно не получится. Все равно будет определенный переходный период, во время которого нужно подбирать и темы для обсуждения, и интонации, и нужно на самом деле сглаживать этот конфликт, потому что на кону на самом деле жизнь этих самых украинцев. Они могут в темную до конца и не понимать, что накачивая их ненавистью к России, особенно расквартировавшие американские и польские части на территории Украины, и рисуя картину врага, что это только Российская Федерация, и совершенно люди не понимают, что на самом деле враг-то другой, его просто не видно. А на самом деле основным мерилом поражения или основным мерилом потерь являются эти же самые люди, которых и готовят в качестве пушечного мяса для гипотетически возможного конфликта между Россией и Украиной, который мы с вами допустить ни в коем случае не можем. Но этот конфликт на самом деле, если он останется на уровне споров, на уровне дискуссий, это самый лучший выход из этой ситуации. Буквально перед эфиром мне пришло письмо от одной телезрительницы, которая сказала, что в самой России тоже хватает либеральных людей, которые до сих пор не признают присоединение Крыма, и при этом даже в некоторых московских вузах, внимание, крымскую регистрацию не признают, это очень активно давит на студенчество, особенно на абитуриентов, которые, приезжая к своим родителям, даже начинают отказываться от своей крымской самоидентификации. Вот вал вот этих сообщений, доверните вы этот Крым Украине, это тоже показатель вот этой информационной работы. Запад коллективный, он стравливает не только украинцев с россиянами, он стравливает людей разных социальных слоев, людей разного достатка для того, чтобы посеять рознь не только в коллективах, где есть украинцы и русские, но и в коллективах, где есть люди, например, из семей либерально настроенных людей, из семей, в общем-то работяг, которым и даже курс доллара, в общем-то, не так важен. И вот это тоже является очень важной частью работы, потому что улаживать такие глубинные конфликты бывает часто непросто. Но опять же, для того, чтобы понимать, с кем ведешь диалог, нужно четко классифицировать аудиторию. Если люди часто путешествовали в предыдущей жизни, если они, например, откладывают свою прибыль в офшорах с английской юрисдикцией, если они, например, держат в банках и виза, мастер-карт, а в Крыму санкции, вот только недавно прошло сообщение, что с визой стали работать, естественно, люди воспринимают себя как часть вот этого глобального мира, который сложился после распада Советского Союза. Людям непросто перейти к такой модели мира, когда, собственно говоря, Соединенные Штаты как мировой жандарм уже закончились. Им непросто перейти к модели, когда Россия, особенно большая Россия, которая вернет себе все территории, которые были отняты 26 лет назад, она может стать одним из мировых лидеров. Люди к этой мысли просто не привыкли. В их круге общения такая информация просто не поступала. Для них это сказочки, знаете, Венского леса. И получается, что картина мира там и картина мира здесь, это две нестыкующиеся, ну, такие платформы. Но это все равно, что сравнивают твердое и зеленое. И получается, что основная информационная работа должна заключаться не в том, чтобы переспорить в какой-то дискуссии вот здесь и сейчас. Основная работа должна заключаться в том, чтобы задать вопросы. Задать вопросы, прежде всего, даже не связанные с материальными вещами, там, сколько стоит колбаса или какие товары в связи с санкциями перестали поступать на полки супермаркетов. Хотя для некоторых людей это ключевой и важный вопрос. Им абсолютно все равно, что будет со страной. Им абсолютно все равно, будут ли дети получать образование. Будут ли создаваться новые предприятия. Им самое важное, чтобы, ну, холодильник был полон. И они могли жить с тем уровнем потребления, который был на протяжении последних не 26, а всего лишь 15 лет, которые на самом деле связаны с правлением Путина. И вот здесь основная методика заключается в том, чтобы задавать вопросы непривычные. Не о колбасе, не о хамоне, не о вот этих вот вещах, которые, ну, там, потребил и в туалет отнес. А о вещах, которые связаны с тем, какой будет эта страна через 5 лет. И либо с тем, сколько из ныне живущих людей доживет до того момента, и сможем ли мы удержать ситуацию, чтобы не случилось какой-то континентальной войны. Основные это задачи информационной работы с населением прежде всего в этом. Подытоживая сегодняшний выпуск понедельничный, понедельник день тяжелый, 1 февраля, зима уже так заканчивается, это тоже радует, мы крымчане южные люди. Подытоживая сегодняшний выпуск, хочу сказать, что наша информационная работа, связанная с нашим мировоззрением, связанная с нашим способом стояния на земле, она должна выражаться не только в том, что мы пишем или комментируем в социальных сетях. Она на самом деле выражается прежде всего в том, о чем мы говорим с детьми, о чем мы говорим со школьниками, о чем мы говорим со студентами, особенно с учетом того, что эти школьники, студенты, молодежь, работающая, учащаяся, эти молодые люди, что они имеют в своем багаже за прожитые 18, 20, 25 лет. И выяснение, вот знаете, основной управленческий принцип заключается, приведи понимание, миропонимание к какому-то более-менее единому стандарту. Когда картины мира кардинально отличаются, управлять людьми с точки зрения даже коллектива предприятия достаточно проблематично. Эти разговоры должны приводить к тому, что будут выведены общие критерии понимания тех или иных событий. И это все должно быть на уровне добра и зла. Государственный переворот – это плохо. Убийство людей – это плохо. Убийство военнослужащих, офицеров и солдат Беркута, крымского в том числе, которые стояли и выполняли свой долг, а нужно понимать, что по закону служивых людей убивать – это преступление в квадрате, это тоже плохо. Бомбить свои города и армию, бросать свою собственную армию против части своего народа – это преступление воинское, которое на самом деле требует таких наказаний, как и после Нюрнберга. И вот если на уровне добра и зла раскладывать всю ситуацию, то русские люди в преемственности поколений, которые сейчас называются украинцы, они все равно придут к единым стандартам понимания того, что такое этика, что такое хорошо и плохо, и каким образом сократить меру кровавости на Украине тех событий, которые Запад на самом деле для этой страны планирует. Вроде бы, казалось бы, в Сирии большая мера кровавости Украина как бы еще до такой степени не дошла, хотя если посмотреть на города Донбасса, то там местами и похуже. Но тем не менее на Украине сейчас заведены основные органы и основные цепочки управления коллективного Запада, потому что Украина – это предполье России. В Сирии и на Ближнем Востоке выращиваются боевики, исламисты, которые на самом деле накачиваются энергией, нефтью, деньгами и так далее, для того, чтобы сделать бросок и в Среднюю Азию, как подбрювшей Россией, и через Турцию на Украину. Но Украина – это ключевой узел вот этого конфликта с Западом, который на самом деле теряет свои права и свою возможность быть жандармом мировым на сегодняшнем этапе развития цивилизации. Именно на Украине будет решен этот вопрос, он, естественно, будет решен в нашу пользу, и как бы либералы им не казалось, что это не так, но самое главное – это понижение меры кровавости и прежде всего через диалог с людьми, прежде всего с выведением общего понимания картины мира. Только таким путем мы сможем эту меру кровавости уменьшить. В эфире была «Информационная война», сегодня 1 февраля, первый день последнего месяца зимы. Встретимся с вами в среду. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова